Здравствуйте, здрасьте, 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 ну есть жители, которые, да, чтобы передать коллективу. Вот смотрите, есть подвижки по подрядчику, по инвестору, коллеги. На Красноплодской приступили к подготовительным работам по строительству дома по переселению, переговорили с подрядчиком, который будет вести там работы. И есть принципиальное понимание, что подрядчик готов войти и в дострой этих объектов. Экономика посчитана, поэтому решили, что в выходной день собрать встречу с дольщиками. К сожалению, не так много, но я думаю, что сможете передать. Фролов Сергей Евгеньевич скажет два слова, и потом хотел бы тоже, чтобы Алексей, если будут какие-то вопросы, то есть, наверное, больше с вопросом с точки зрения строительства, этапов и вообще, когда это возможно. Тут исключительно экономическая составляющая, две стройплощадки находятся с разницей, наверное, в километр. То есть, и там техника, люди, и тут техника. Да, я рассказывал на совещании участников дольщикского строительства о том, что ведем переговоры еще с конца прошлого года о завершении объекта и инвестиционной части. И вбрасывали документы с документами, инвестор изучил весь комплект документов. Но остались пока еще небольшие вопросы. Как раз и сегодня мы будем совещаться, встречаться, буду отвечать на вопросы, которые остались. И, слава богу, что работа не останавливалась ни на миг, ни с нашей стороны, ни с стороны администрации. И вот на текущий момент мы пришли к тому, что у нас есть инвесторы. Давайте, наверное, с вопросов так, думаю, сейчас. Когда? И все. Я думаю, что... Вот эти получим, как говорится, снова. Нет, эти получим, мы уже сказали. Один дом 9 месяцев до строя, другой один год. Я думаю, что ориентир мая и июня, начало. Ну, здесь удобно, просто стройплощадку на Космоционской, техника там, люди там. Там, как бы, проще совместить и экономически выгоднее. То есть, строить тоже будет монолитно, да? Да. Ну, смотрите, вот пока до конца договора, вот когда будут подписаны, да, сейчас проработал вопрос с точки зрения экономики, этапов строительства, понимания, как это происходит. Дальше уже, в любом случае, согласование в Министерство жилищной политики и начало работы. Будет подготовлена дорожная карта по реализации? Здесь просто, ну, удобно чем? Живой инвестор, который уже как-то привязан к городу, потому что остальные, именно отдаленность и отсутствие некой экономической целесообразности. Филил Александрович, вопрос к застройщику можно задать? Значит, мы понимаем, что здесь работы даже до конца не доведены, я имею в виду перекрытия. Каким-то образом отразится это, вот перед нами застройщики, жители, да, которые говорят о том, что они даже не видят своего этажа. Каким-то образом это отразится на конечной сумме самих жильцов? Нет, не как-то не отразится, потому что два этажа будут на скоте стоим, но проверки у нас тем не менее проходят, и представители, что я наезжаю по объекту, и смотрят состояние отражения. Креслаш, а вот тот дом, который уже, в принципе, построили, в качестве у него судьба, живут, да? Там живут люди. Там же два проблемных объекта, вот, первый, второй, один 85% готовится, другой 30%. Значит, два года, 9 месяцев и год. А с коммуникациями как? Город даст разрешение на подключение к коммуникации, а у нас здесь свои какие-то есть? Там выдавались техноусловия, не по-моему, да. А ведь котельные должны еще подстраиваться, ведь котельные, потому что на скорости не потянешь. Котельная реконструирована, и... Она потянет, та котельная. А тут все говорили. Нет, ее модернизировали. Новые котельные отданы, и договора на техпросоединение тоже могут быть. Без техусловий не было проекта, и уже подрядчик в это вложился, и затраты понес. Но это было необходимо, и, в общем-то, это все входит в том числе в инвестиционную привлекательность для потенциальных компаний. Насколько это будет им интересно. Ну вот, переговоры действительно велись на продолжительном углу времени. Завтра с Сергеем Евгеньевичем Фроловым мы едем в Министерство жилищной политики. Ну, а вы, господа, все видели в цифрах, на бумаге, в проектах. А теперь, пожалуйста, в жюри. Ну и также мы говорили о том, что компенсационный участок, то, что сделали концепцию Минстроя, Гагарина-Дачная, он также внутри этой концепции достроен. Александр Александрович, Монолит, который готов, я так понимаю, войти вот в этот проект, он ставит какие-то условия? Не знаю, дополнительную площадку? Нет, 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 там в рамках концепции есть дополнительная площадка, которая идет как компенсация Гагарина-Дачная, вот эта пустыня. То есть там тоже в ближайшее время начнется строительство? Сначала дострой, потом строительство там. То есть параллельно они будут две площадки вести, на Краснофлотской и здесь? Они разные, но их предлагаю разделить и не увязывать между собой, но в итоге, в итоге, да, в итоге просто получается по срокам, если говорить об актинге, да. Ну жильцы, есть какие вопросы? Задавайте пока есть такая возможность. Они не верят, что вы что-то. Я задал самое главное. Нет, давайте, на счастье, не будем торопиться, чтобы не изглазить, да, надо еще просто в этой части поработать. По дому мы не можем, походить опасно. По дому опасно. Скользко, вот и все. А так не опасно, ходил. А вот эти вот внешние просечки, которые на стене видны, они никак не повлияют на качество? Нет, на качество не повлияют. Вот здесь по конструктиву у нас есть подушка, воздушная подушка и, собственно, это облицовочный кирпич, который является несущей конструкцией. То есть это облицовочный кирпич, который делает вид дома. Внутри идет газосиликат, то есть уже непосредственно тот кирпич, который в том числе осуществляет несущую конструкцию. Но основная несущая конструкция это монолит, естественно. Еще вопрос. Входные группы так и будут из гипса, из пазогребетчатых плит? Входные группы? Да. Входные группы у нас... Нет, в квартиры, которые. Да. Заново все люди перелагают будут. А какая конструкция площадка отдается на Гагарина? 238. Гагарина, дачная. Там уже проектировался целый район. Вот эти, где котлованы выкопаны. От котлованов и вниз. А какие именно котлованы отдаются? Потому что законно было только два. Четыре гектара. Законно было только два. Что законно? Мы сейчас не про котлованы. Там земельных участков четыре гектара. Они находятся в муниципальной собственности по строительству многоквартирных домов. Дальше разрабатывается ГПЗУ. Получаются все разрешительные документы, документы, проектирование. Они просто как участки. Без каких-то разрешительных документов. Это на Гагарина, да, Кирилл Савченко? Да, на Гагарина, дачная. Они идут под расселение или под коммерческое? Они идут с компенсацией за настрой. То есть это коммерческое жилье было? То есть 8 марта опять не расселят? 8 марта будет расселяться по программе 25-го года. 14 тысяч метров у нас имеют признаки аварийности. И когда мы их признаем аварийными, так же по государственной программе, как дома Краснофлоска. Там у нас стоят газовые колонки. Где они будут? Где под них будут? Смотрите, мы говорим сейчас про перспективу 5-ти лет. Участки, которые будут предложены и могут быть сформированы, будут сформироваться, соответственно, за 2 года до начала. У нас есть участок на въезде на Морозово. В рамках реализации той программы, там порядка 15 тысяч квадратных метров, здесь 11. Ну, соответственно, нужен такой же приблизительно площадь участок. И какой там планируется этажности дом? Да это ну через 5 лет как можно запланировать сейчас? Да уже сколько можно, если 5 лет, 5 лет, 5 лет. Нет, просто у нас же нового градостроительного дом. Про какой вы дом сейчас 5 лет? Ну, 8 марта. Ну, дома не признаны аварийными. Да. А почему же отвечают за такое, что у нас у каждого индивидуальная колонка стоит горячей воды? У нас этого нету. Это просто стоят, кто ставит уже. Ведь мы можем в любой момент взорваться. И никому нет дела. Вот мне вот это... Вы можете в газовую службу обратиться. Ну и что они приходят? И вам перекроют газ. Они думают, что? Ничего. Поменять колонку. Какие колонки? У нас их вообще нету. А потому что они когда заходят и все прикрывают. И у нас идет сейчас в холодной воде, идет горячая вода, включаешь утром, это, столько мы спускаем эту воду, и у нас идет холодная, не холодная, теплая вода. Краны у кого-то неисправны. Везде у нас. А ночью они приходят. Они приходят газовщики, ничего этого не делают. Они говорят, если что-то случится, у нас нет, например, в нашей комнате, в нашей квартире газа. Но по всему дому они есть. И если это что-то случится, говорят, а это не нас. Нас это не волнует. Это вы будете отвечать за все, если мы взорвемся. Уже будет поздно. Смотрите, давайте предложение такое по газу, газовым колонкам. Просто выйти, обследовать, провести обследование и понять, что можно сделать. Потому что если нельзя поставить, и это опасно. Да нельзя. Если можно что-то сделать, смотри. Я закончу. Если можно что-то сделать, мы выйдем, посмотрим, определим, что можно сделать и как. Нам уже приезжали, сказали, что это нельзя. У нас живет, это в моей комнате живут трое детей. Наверху живут трое детей, они тоже у нас, мы не делали. А в других-то в одном подъезде, во втором, уже давным-давно вот это все. Там вообще все обваливается, потолки обваливаются. И пишем, если мы пишем на Москву, мы говорим, мы пишем, что у нас нет горячей воды. Уже в этих зоопарках слоны везде все моется 21 век, а у нас ничего этого нет. И ваши дома тоже пересели? Да когда? Я уже сколько живу, и каждый год мы переселяемся. Тут вообще было сложно с переселением. Сейчас начнем реализацию Краснофонской. Попробуем выбить еще деньги, чтобы еще дали на 16 тысяч квадратных метров. Тут без денег Московской области мы не сможем достроиться. Там деньги программные. Мы когда-нибудь взорвемся или обвалимся, как у нас было. Ну вот смотрите, потому что все говорят. Потому что там невозможно уже жить. Невозможно, там все обваливается. Там дети маленькие. Это вообще не помыть их ничего. У нас ходят в моей квартире маленькие дети. Я уже ответил от этого, но нам сейчас... Еще вопрос. Есть еще вопрос, касающийся вот этих домов. Здесь, наверное, процентов на 50 квартир, да? Выкуплены. Я имею в виду в этом пляже. А не рассматривался ли вопрос включения в программу по переселению? Каким-то образом можно это... Смотрите, эти дома имеют единое проектирование. Квартиры всей единой площади и все остальное. Там все квартиры по переселению уникальны, сами по себе, каждая. Тут либо надо... Либо теряешь... Ты не можешь дать меньше. А не меньше получается, там... Там только два. История по квартирам достаточно сложно вывлезать. Да-да-да, метраж и кументы, да. Поднимателем? Еще... Не, можно, но не все. Застройщику. Ну, застройщику. Бонус какой будет от застройщика за задержку при сдаче? Ну, мы разговаривали, наверное... Вот у меня нет исков судебных, ни одного. Я даже не собирался подавать, как бы, на неустойку. И так я потерял 1200-300 по ипотеке. Ну, понятно. Мы будем рассматривать этот вариант. Я тогда говорил, что... Ну, ремонт мне точно не нужен от застройщика. Запущена стройка. Мы будем разговаривать с участниками ремонтского строительства. По этому поводу. То есть, пока у нас основная задача, и самое главное, это запустить стройку. И как можно это инвести в эксплуатацию. Если есть вопросы, смотрите, давайте так. Просто, ну, хотелось просто, чтобы пришло чуть-чуть больше, да? Идейно предлагаем, как бы, из существующих как-то обменяться телефонами и проинформировать тех, кто не пришли. Потому что там на последней встрече только в администрации собиралось порядка 30 человек. Ну, я сейчас к администратору группы поеду к ней. Информацию выложим, у вас тоже просим. Если надо, смотрите, если надо дополнительную какую-то встречу, уже более подробно сейчас такие... Нет, после, если только после согласованиями жилполитики, можно встретиться в администрации. Да, там уже, грубо говоря, если уже будет, как говорится, 99,9% что инвестор войдет, тогда есть смысл собираться. А так? Ну, у меня есть информация, что в сегодняшней встрече многие отказались именно по этому поводу. Но ведь мы говорим о том, что привлечение инвестора процесс сложный. Да, и вот этим людям надо просто конструктивно настроиться. Ведь цель-то одна. Цель же обеспечить ваши права, получить квартиру. Поэтому подходить так, ну, наверное, неконструктивно по меньшей мере. Еще? Есть? Конструкуйте за их. Да. Ну, тогда, судьба, все. Спасибо. Да, еще вопрос пока. На дачной и парку сделаны, даже в второй школе. Там люди просто однако пишут. Да, даже пихать, пихать, пихать. На дачной и парку пишут. Слева, кто-то не говорят. Заклад. Слева, кто-то не говорит. Спасибо.